Здравствуйте, Наталья Викторовна. Вас беспокоит Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Они даже представляются, как сотрудники ведомства. Работают в две смены по четыре часа каждая. Пока здесь одни девчонки, будущие педагоги-психологи. Кристина первокурсница. Учится после обеда, а утро посвящает волонтерству. Обзванивает людей и заполняет так называемое донесение по кругу контактов больных коронавирусом, которые должны уйти на самоизоляцию. Иногда даже не надо задавать вопросы, люди сами рассказывают. А бывает, что люди недовольны, бывает жалуются на очереди в поликлиниках. Бывают люди, которые не очень хотят общаться. Есть люди, которые плохо себя чувствуют. То есть так, как у них ковид, бывают люди, которые плохо говорят, тяжело дышать. Ну, конечно, мы стараемся входить в положение, где-то мы говорим, что мы перезвоним попозже. Специалист Центра гигиены и эпидемиологии следит за волонтерами и при необходимости помогает. Обзванивать больных самостоятельно в ведомство, где в Барнауле работает всего 9 человек, уже не под силу. А количество зараженных COVID-19 только растет. Помощь студентов важна, как никогда. Сейчас они пока отрабатывают по 5-6 человек в день. Я думаю, со временем это будет гораздо больше. Но уже даже для первого дня количество донесений, вот представьте, 15 человек, по 6, по 7 человек, это уже 100-150 человек в день. Они психологи. У них есть еще интерес, у них есть задор. И кроме того, они же еще и быстро адаптируются ко всему этому. Мы думаем, что вклад будет большой. Скорая сирма слушается. А это уже диспетчерская служба скорой помощи. Звонки здесь не смолкают. Больше месяца стало очень тяжело. Вызовов крайне много. Вот на 112 принимают в среднем 700-800 вызовов сейчас вот за сутки. Впереди зима. Нагрузка на диспетчеров и врачей скорой может увеличиться еще больше. Здесь тоже нужна поддержка. Работа колл-центров. Активизировать работу и довести до сведения людей, что они могут обратиться за медицинской помощью. Не за медицинской, за медицинской консультацией. Не только на телефон старшего врача, но и телефон колл-центра. А может быть даже объединить усилия колл-центра в одном месте. А тем временем руководство ОНФ, которое инициировало помощь волонтеров педагогического вуза, прорабатывает другую идею – цифровой рассылки постановлений о самоизоляции больных коронавирусом. Это и разгрузит систему здравоохранения и Роспотребнадзор, и предупредит дальнейшее распространение вируса.